Всем привет, ребятки! Вот нашел такой интересный интернет-магазин, называется домой.ру Вот он перед вами, вот его домик. Как я его нашел? Я его нашел чисто случайно, мне нужен был определенный товар для своего автомобиля. Ходил искал, у нас в городе этого нет, вот ходил, бродил, искал по параметрам, да, и набрел вот такой вот интересный сайт. Посмотрел, какой мне нужен товар, он действительно, да, в наличии есть. Цена у него так же, как и везде, как и у всех магазинах, как же интернет-магазин, так же, как и у нас в магазине, да. Но подкупили тем, что у них была скидка 29%. И с учетом скидки 20%, получается, было немножечко дешевле, да, даже если заплатить за доставку, да, то есть получалось чуточку, но дешевле. Но самое главное, что был именно тот товар, который мне нужен. Мало того, это была акция, к этой акции был приурочен, так же доставка по России бесплатно. Я написал, значит, в службу техподдержки, они мне все сказали, да, все бесплатно будет, да, но при условии, если вы закажете товар от 2000 рублей, а до доставка бесплатная, если товар до 2000 рублей, то, соответственно, за доставку нужно будет заплатить. Но, думаю, да ничего страшного. Давай смотреть отзывы об этом сайте, да, проверять его, анализировать, как это только можно, да. Посмотрел анализ сайта, у него, получается, 4 года домину. Посещаемость вроде бы какая-никакая есть, да, вот еще посещаемость какая-никакая есть, да. Если промотать вниз по этому сайту, да, то мы видим ИНН, КПП, ОГРН, ну и, соответственно, адрес. Зашел, проверил по ОГРН, ИП, ну, да, вроде бы они все там зарегистрированы, деятельность ведут, да, вот их телефончик, номер. Все они работают, как говорится, все хорошо, на первый взгляд. Давай читать отзывы. Отзывы, получается, только нашел в Яндексе, Google отзывы о данном сайте не находят, ну, находит один отзыв, где они сами написали на одном сайте, скорее всего, я думаю. И отзывы, получается, все свежие. Вроде бы, как бы, и хочется, и колется, не сказать, что сильно дешево, да, но и в то же время еще сайт не внушает доверия. Отзывов, напомню, да, плохих нету, только хорошие, домин давно живет. Что делать, как проверить, кому верить, да, покупать сразу дорогие там вещи, скажем так. На кругленькую сумму, как бы, особо желания нету, кому верить. И я решил проверить этот сайт и сделал заказ. Сделал заказ самого дешевого товара, соответственно, за доставку нужно было заплатить. Написал, оформил заказ, мне позвонили, подтверждаю ли я заказ, говорю, да, я подтверждаю. Мне там выслали инструкцию по оплате, в инструкции там идет, получается, номер карты, карта идет банка открытия. Ну, думаю, ладно, пусть побудет, она у меня лежит на почте. Через несколько дней заказываю еще одну, получается, делаю один заказ, мне опять перезванивают, отправляют на оплату номер счета, да, все совпадает, все хорошо. Ну, думаю, хоть тут радует. Тогда немножко отступлю. Заходил на другой мошеннический сайт, они мне тоже отправили, получается, номер карты интернет-магазина. Оплачивать я не стал, через два дня заказа удел, другой заказ, они мне тоже отправляют, но уже номера карты совершенно другие. Сразу ясно, понятно стало, что это мошенники. У них также была акция, когда акция закончилась, через день сайт удался. То есть с тем сайтом было все понятно. Там не было ИНН, не было ОРН, не было ни указанных, но на этом сайте это все есть, все вроде бы как бы проверяется. Звонил им, спрашивал, разговаривал, они говорят, что они занимаются данной деятельностью уже 4 года, интернет-деятельностью, да, но почему-то отзывов нет. И вот по этой причине я записываю, скажем так, отзыв, да, и проверяю заодно на работоспособность этого сайта. Получается, я все когда попроверял, 14-го числа или 15-го марта я сделал заказ, и я его оплатил. Но оплатил сущие копейки, там проверить, придет оно, не придет, работоспособный сайт, не работоспособный. Я все оплатил, отправил им копию чека, что оплатил. Мой заказ сразу там поменял статус, что оплачен, все как положено, да. Но они сказали, что через 2 дня отправят товар. Проходит 2 дня, мне ничего не говорят. Я пишу, что за дела, почему так, они говорят, ну, у нас сейчас типа скидки, быстро отправить не получилось, 7-10 дней нужно ждать рабочих. Ну, в принципе, поверить в это можно, да, что там скидки, народу стало много, работы много. Ладно, окей, жду. Ну, проходит неделю, ровно 7 дней проходит, и действительно не приходит письмо на почту, что ваш заказ отправлен. Ну, как бы, вроде бы, свои слова не сдержали. Ну, хорошо, раз отправлен, думаю, хорошо. Заказываю еще один у них товар, получается, да, на более крупную сумму, которая меня интересует. Не то, что которая интересует, которую вот я, ну, не проще купить, скажем так. Отправляют мне опять реквизиты, сравниваю реквизиты, реквизиты все те же самые. То есть, они не меняют, но думаю, все окей. Оплачивать опять не стал, жду товар, говорю, пишу им, напишите мне, пожалуйста, номер, ну, чтобы я посылку туда следил. Они же все равно есть, они однозначно будут отправлять либо почтой, либо там транспортной компанией, да. Трек-номер, чтобы отправили. Пишут, что, как бы, суббота-воскресенье, нерабочий день, там, в пятницу, по-моему, они отправили, якобы, его логистический центр не работает. Думаю, ну, окей. Они сказали, в понедельник, там, во вторник, в начале недели сказали, что мы вам отправим. Был понедельник, пишу им, ну, номер трека отправят, трек-номер проект. Пишу в понедельник им, такая же отписка, вот слово в слово. Пишу во вторник, такая же отписка. Меня-то начинает напрягать. Все-таки думаю, что, да, сайт мошенники, как мне кажется. Да, вот у них была скидка, она шла 6 дней. Эта скидочка шла в 29%, но практически на все виды товаров. Спустя 6 дней стали нормальные цены, как у нас в магазине. То есть, та цена, которая здесь, да, и плюс доставка, мне проще было пойти уже, говорится, купить в магазине. Либо в любом другом интернет-магазине, где там есть, скажем так, наложеное платежо можно оплатить. Ну, думаю, все, все окей, наверное, отправят. Проходят сутки, и опять скидка на все товары 29%. Почему я еще скажу, что я повелся и поверил в эти скидки, в бесплатную доставку? Потому что я на других интернет-магазинах, на проверенных, я тоже действительно покупал этот предисущий мне товар. Мне отправляли его абсолютно бесплатно, получается. Ну, может быть, это было включено в стоимость заказа. Но, как у них было написано на сайте, я за такую сумму покупал и оплачивал уже здесь, когда товар мне пришел. Через транспортную компанию я им оплатил и получил свой товар. Товар пришел именно тот, который мне, скажем так, отправили. Когда-то были тогда скидки, были, были, возможно, сезонные скидки, не знаю, да. Потому что сейчас на тех интернет-магазинах скидки есть, но уже не такие большие. Если там брал со скидками до 60%, как бы, ну, реально, я сам был углублен. Да, ну, 60% это, конечно, на остатки товара уже были, а так, в среднем 30-40, там, даже, ну, 40% где-то было скидки. Сейчас там по 20% и доставка сейчас там стала платная. Ну, и что ж, я дальше проверяю опять этот сайт, давай дальше проверяю, что они такие, что они такие, ничего мне все-таки непонятно, да. Но проверяю я путем заказа и все-таки продолжаю читать, что-то находить, да. И нашел случайно вот такой вот интересный один, что данный домен продается, вернее, он продавался. И опять у меня остались сомнения, да, что, возможно, сайт был когда-то действительно, да, чем-то он торговал. Потом его продали, купили его мошенники, да. И почему сайт до сих пор живет, что прошли уже скидки, получается, а сайт еще живет. За домен они, видимо, заплатили, а отбиться еще нет, поэтому они еще живут, да, и всякими завтраками кормят, да, и товар не высылают. И в связи с этим, что бы я вам порекомендовал? Я бы вам порекомендовал просто пока понаблюдать за этим сайтом, если вам действительно там нравится цена еще что-то, да, но ничего не приобретать. Если же вы знаете, как вот дополнительно проверить, напишите, пожалуйста, в комментариях. Еще раз попроверяем, да, я не говорю, что там там супер-мега-гуру какой-то, что все что-то знаю. Что знал, как знал, как мог, так его и проверил, да. Я попросил своего товарища, он там тоже вот кое-как подсказал, как еще попроверять можно. Ну, в общем, попроверяли, есть такая вот позиция, что его, ну, он якобы живой этот сайт, все нормально, да. Но на одном сайте также нашлось, что вот его продают этот домен, то есть за 210 тысяч рублей его продавали, то есть за 21 тысячу рублей его продавали, да. Может быть, они денег еще не отбили, и поэтому они еще всех мурыжат, как говорится, да. Но, напомню, пока покупать ничего не надо. Когда мне придет номер трека, трек номер, вернее, я проверю и действительно узнаю, что он идет, да, вот тогда уже я запишу дополнительное видео, скажу, что все пришло, и покажу, как товар я заказывал, и что пришло. И если же, конечно же, приеду. Отзыв записываю, потому что его нигде нету. Как я сказал, в других интернет-магазинах, если читаешь отзывы, там есть и положительные отзывы, и отрицательные отзывы, да, есть. Также задавал вопрос, если вы там на торговых площадках, на таких могучих, как, например, форпост, да, они говорят, что их там нету, хотя вот на форпосте, если вот покупал, кто покупал товар, да, онлайн оплачивает, вам там сразу отправляют товар. Кто покупал на Алиэкспресс, вам сразу отправляют товар, сразу дают трек номер. Любого пользователя, который что-либо продает, там, скажем так, на форпост, есть отзывы, да, что, то есть положительные отзывы, отрицательные отзывы, то есть если все почитать, то есть уже можно создать картину о продавце, да, есть, потому что такие отзывы, которые говорят, вот он продал, у него купил резину, она оказалась за грыжей. Отрицательный отзыв. Продавец, соответственно, пишет, я вам предлагал проверить сразу, он ее не проверил, поэтому возврата нет, да. Другие отзывы читаешь, говорят, все хорошо, все угодно, про других пользователей, то есть ставят плюсики. быстро отправили товар соответственно писали поэтому вот вроде бы казалось на фарпост то есть один единственный человек один единственный пользователь и у него уже на него есть пожалуй отзывы почему вот на этом сайте нету отзывов как говорится да и нет их на фарпосте да а на тех на проверенных магазинах на которых я покупаю они принципе на фарпосте как-то так ну в общем ждем смотрим что будет дальше придет не придет номер если он не придет соответственно я вам тоже это напишу да напомню что я 14 числа получается купил и сегодня у нас уже 26 число еще проект номера нет но сообщение пришло что что товар отправлен всем спасибо за внимание всем пока не попадайтесь на уловки мошенников если вы хотите проверить какой-то еще интернет магазин интернет-сайда пишите пожалуйста в этом сам в комментарии сайт такой-то проверьте его тоже проверю как смогу даже возможно закажу какой-нибудь недорогой товар всем спасибо за внимание всем пока